привет господа пчеловоды сегодня 25 августа и сегодня тема будет интересно но перед этим я хотел бы показать вот эту семейку который у матери в жопе яичка и что же с ней происходит поэтому я вам обещал показать эту показывать эту матку что с ней происходит и поэтому сразу открою сразу посмотрим и принципе сниму сразу определим одну рамку я подготовил с медом которые этого года у меня сироп не остался он закончился и поэтому одну рамку я подготовил потому что надо будет подставить поэтому смотрим смотрим так вот заодно сразу показу вентиляция вот видите остается щель чтобы оттуда вы из-под пола выходила сырость а сюда а вот это вот перегородка она должен это обязательный или элемент в так здесь у них есть чуть-чуть мед перга вот явно видно что мать пошла на развитие но сейчас надо будет найти эту мать так это пустая значит я подставил скорее всего был я здесь последний раз наверное в июле когда смотрел ролик делал ролик после этого хотя нет вот тяжелая рамка так засев вот она матка яйцо в жопе торчит все также торчит яичко немножко но торчит поэтому но вот видите пятак сеет здесь а нет здесь не сеет работала на на одной рамке сейчас посмотрим что здесь творится на рамках который я и подставлял давно так полностью засеяно и снизу тоже засеяно и червление снизу она работает есть червление и засев снизу я имею ввиду вот значит как я и говорил что мать выправляется но еще у меня и будет последнее это то что закормливать буду сиропом это уже на сто процентов хорошо помогает вот смотрите вы помните эту рамку и ее языки и вот видите как они отстраивают это вот то самое пчеловождение на языках это вот ларис это к тебе не фея и лариса вот смотрите видите языки строятся тот момент когда у маточки были серьезные проблемы эти языки это рамка вообще вот такая была короткая но так как начали тянуть до конца языки и вот я я не могу вам это засеяно поэтому как я уже и говорил что шанс выжить я даю абсолютно всем конечно я мог эту матку сделать так же но у той была хуже проблема она не грамм не сеяла вот в чем проблема разница между той маткой которую я убил так сюда я рамку никакую подставлять не буду у них чуть-чуть мед есть а так как я вам рассказывал и объяснял что все должны выживать никто не должен получать помощь на халяву сегодня 25 августа и у них есть еще шанс работать время покажет этот российское выражение поэтому я его и так применяю война план покажет и так по этой теме вот обязательно смотрите что я делаю вот обязательно когда накрываю вот этот припуск пусть он уходит на улицу он меня не касается а вот эта щель это то волшебные щели то волшебной вентиляции с которой обязана она быть я никогда ее вот так не сделаю если я это сделаю я выписываем приговор на выживание они себя комфортно чувствовать не будут поэтому вот она до волшебная вентиляция который я вам говорю с этой стороны раз два но это закрыто с той стороны открыто и поэтому ветер гуляет вот так вот наискось это та волшебная вентиляция которая вам рассказываю и так итоги вот этой матки чем же на сегодняшний день как я вижу эту матку почему я убил ту матку у не была такая же проблема но она вообще ни одного яичка не сеяла и как правило в моей практике эти матки а там ведь семья огромная там или убери и вот так жди и большой вопрос что будет или же вот я например впервые в жизни эту матку убил вот так я делал но я опять повторяюсь у той другая ситуация была вот у этой другая ситуация это маточка у нее хоть и в жопе яичка торчала или торчит но она сеяла немножко 10 яиц в день но она делала именно поэтому я ее оставил именно поэтому я вам и показываю последовательность что та-то семья не страдает там уже другая матка работает она большая у них уже свой взяток и свое развитие а если бы я это дело не сделал то семья ушла бы в ноль а вот он пример что я это дело смотрю исследую изучаю и еще плюс когда начну закармливать сиропом это получит очень большое лечение и все остальное так что по этой теме я вам пока как обещал так и показал значится так нефея это стало этого это все к тебе вот на сегодняшний день 25 августа у вас уже я тоже думаю что у вас холодно прохладно и вы начинаете сокращать семьи вернее не сокращать а готовить к зиме для того чтобы закармливать семью хорошо и без проблем или же надо сделать вот такую лоду ни в коем случае не пытайся закармливать пакетами как у вас закармливать пакетами ты ты попадешь под раздачу у тебя это будет огромной ошибкой не связывайся с пакетами это во первых во вторых вот и сделала допустим лоду но я знаю что тебе это тяжело но на всякий случай вдруг рейку ложишь вот так рейку ложишь вот так потом начинаешь конструировать вот в такой последовательности вот в такой последовательности эти речки вверх эти плотики для того чтобы они соединялись вот с этими боками пчела которая будет сюда залазить она по этим плотиком уходит наверх или она останавливается здесь уходит наверх в итоге чтобы вот этих пустых мест должно быть мало вот так ты соберешь ставишь вовнутрь то бишь вот он квадрат твой да 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 твой да 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 я забыл магазина магазины там а но ты наверное понимаешь все ж таки что такое магазин ты понимаешь вот так ставишь кормушку здесь а по сантиметру или по 2 остаются щели по кругу потом кормушку ставишь одну не кормушку магазин магазин ставишь один магазин ставишь 2 не проблема одну дырку у магазина смотрит налево у другого магазина смотрит направо чтобы были чтобы была хорошая вентиляция и в принципе двух дырок это мало но пусть будет так и вот эту кормушку ставишь здесь у тебя магазины обычная крышка все здесь у тебя пчелы здесь они у тебя в открытом виде пчелы лазают все все дела и целиком заливаешь старайся делать кормушку хотя бы на 10 литров если у тебя нет деревян не сможешь ты сделать деревянную кормушку вот канистра из-под дистиллированной воды я у ней ножом ножом отрезал вот эту днище внутренность обязательно шкурка 80 трешь этим но номер 80 это грубая шкурка и ею трешь бака внутренности все все тщательно имею ввиду если будешь плохо пошлифовать восьмидесяткой или шестидесяткой или семидесяткой сотка это уже мелкая ну вот 60 70 80 чтобы пчела легко по ней забиралась иначе пчела будет соскальзывать ладно если сюда но она будет соскальзывать туда и будет тонуть там и так или же ты берешь находишь канистру дистиллированная вода продаются такие канистры или же ты просто берешь ведро и точно так же все бака натираешь восьмидесяткой все все бака натираешь восьмидесяткой и снаружи внутри вот везде где ползает пчела ты должна это сделать потом из пенопласта вот у меня еще с прошлого года остался здесь пенопласт из пенопласта ты хочешь делай пенопласт наверху будет плавать но делай так что меньше всего чтобы как можно меньше было зазоров вот так например чтобы они плавали вот так чтобы пчела не тонула в сиропе на ведро когда делаешь пчела тяжело идет вот это расстояние пчела идет тяжело поэтому я ведра обрезаю вот так вот там делаю покороче делаю покороче и точно так же изнутри дело в том что вот есть немножко больные семьи опять-таки диагнозы я не могу говорить я знаю я вижу что они больные ведре они не будут работать вот в этом тяжело работают а вот в этом прекрасно а вот здесь вообще супер работают вот все что связано с такими кормушками очень легко закармливается с деревом низкие вот эта высота лучше если ты сделаешь 40 на 40 40 40 на 40 и высоту сделаешь 12 13 это будет почти 15 литров лучше делай такую но за неимением вот этого вот у тебя варианта обрежешь ведро зачистишь его изнутри снаружи если нету пенопласта любые речки но речки должны же быть я не думаю что это проблема ведь вот так вот он сделаешь вот так накрошишь и вот таким способом здесь набросаешь но худой конец нет рек делай солому но в соломе проблема если пчела берет очень медленно и очень долго солома киснуть начинает она начинает киснуть бродить короче если будет теплая погода то и проблемы будут теплые если будут холодные погоды пчела тогда плохо работает здесь все взаимосвязано поэтому лучше конечно начинать сейчас август месяц я этим буду начинать у меня еще видите пасека стоит на углу на меди я еще ничего не качал и поэтому я этом начну заниматься с 1 сентября тебе советую начинать сегодня почему потому что вот например у тебя сегодня в твоем да да не вот это твой да да здесь и битком пчелы наверное средняя семья сегодня должна быть это я говорю о тебе средняя семья должна быть полностью битком здесь а пчелы и в твоем магазине один этаж должна быть полная пчела 2 этаж может быть может не быть это средняя семья а сильная семья это вот эти два этажа додана это это сильные семьи именно сегодня очень выгодно что сделать тебе если есть сильные семьи на двух этажах которые пчелы но битком вот реально у тебя они сегодня сидят на двух этажах ты освободи первый этаж от меда полностью все рамки убери хочешь качай хочешь оставь и ты же будешь бояться я понимаю тебя ты в любой момент сахар уберешь лекарственный сироп зиму ты его всегда можешь успеть убрать и хочешь вставь свои медовые но что нужно сделать в первую очередь для того чтобы мою методику воспользоваться отсюда убираешь все медовые здесь и не трогаешь ничего это на сильную семьи объясняю на среднюю совсем по-другому это объяснение на сильную семью первый этаж не трогаешь он так битком его вообще не разбирает там свой расплод там все свое и второй этаж ставишь рамки для того чтобы зимовали в зиму но в первую очередь и ставишь те рамки которые по каким-то причинам например вот видишь недостроены вот эту рамку ставишь туда на второй этаж или поврежденная или что-то там но с таким условием что у тебя в рамках обязательно есть трутень но я тебе сейчас немножко наврал трудневые рамки ты ставишь в те семьи которые если у тебя есть хоть одна семья хоть одна семья добрая вот в эти на первых на первый или на второй этаж ты обязательно в зиму ставишь с труднями а те злые которые ты ставишь красивые рамки то что ни одного трудня в рамках нету и на отстройку тоже не ставь а вот те которые добрые если вдруг есть такая семья которая добрая ты в нее оставишь все рамки и на отстройку испорченные и обязательно хоть одна рамка но с труднем должна туда встать вот сюда на второй этаж должна встать рамка а все остальные делай а я делаю я беру рамки которые с пергой вот сколько у меня есть рамок с пергой вот столько я вот сюда поставлю если есть возможность 10 рамок я все 10 поставлю с пергой и вот она твой магазин вот он твой магазин ты ставишь еще один магазин ставишь вон ту лоду или ведро если на ведро то то у тебя три магазина а то и 4 магазин я не знаешь целое ведро ты должна спрятать сюда ставишь и начинаешь твои 10 литров или вот это ведро это 16 это по 13 литров здесь 16 килограмм это наш бифур который мед мед для пчел вот видишь до 16 килограмм но уходит в него 13 12-13 литров воды 13 может 14 не знаю ну короче больше чем 10 и вот это ведро я ставлю вовнутрь та семья вот в те семьи которые хорошо начнут брать они это за два дня заберут максимум за три а те которые проблемные семьи они начнут долго брать возможно неделя тогда через неделю я возьму вон ту кормушку по которой пониже и поменяю ее на низкую они через неделю начинают уже чуть чуть лучше работать почему лучше потому что сироп делает свои дела поэтому игнорировать его не надо если ты хочешь узнать пчеловождение на сота на сотах значит делай вот то что я сейчас объясняю очень внимательно и все нюансы тебе говорю в чем фишка и так в добрую семью ты подставила хотя бы одну рамку с труднём а в злые семьи не не надо никогда с труднём связываться ты всегда будешь оттуда трудня вышвыривать хочешь вырезай хочешь что хочешь делай это будет все в дальнейшем я это все буду показывать дальнейшем у тебя всегда крутень будет идти от доброй семьи я это рассказывал своих роликах поэтому это никакой не секрет это обыденность поэтому когда ты во первых ты возьми три семьи которые у тебя роевые выбери ты знаешь который у тебя роятся роятся и роятся мы с тобой сделаем вот это сейчас операцию и ты оставишь их на улице до весны весной все я это все буду тебе последовательно показывать нет проблем то что я сейчас допустим не сказал я же ролики свои пересматриваю я тебе буду продолжать других роликах поэтому потому что я надо запутываясь в том что я говорю могу запутаться вот сбиваюсь когда начинаю отклоняться от темы значится здесь а это берем мы среднюю семью мы не взяли сильную семью он берем средний а мы брали сильную семью теперь средняя семья ты отсюда во отсюда во стряхиваешь пчел в первый этаж ну ты в общем должна освободить магазин поставить для своих кормушек и у тебя битком должна быть здесь пчела но в чем фишка те рамки которые у тебя с расплодом то бишь засев закрытый расплод ты их уберешь влево хочешь вправо хочешь влево но ты смещаешь их все на один на одну сторону я делаю налево потому что ветер дует всегда с той стороны зимой будет ветер сильно дуть с той стороны и весной он будет дуть с той стороны поэтому семью комплектую с этой стороны в чем фишка когда ты расплод соберешь в эту сторону будет 2 3 5 рамок это будет максимум сегодня яду не думаю что у вас будет 5 рамок даже если 5 рамок с расплодом но там будет и мед там 50 процентов меда не забывай об этом ты все ж таки начинаешь зимовать на твоем меде это ты потом уже когда я буду тебе больше и больше с каждым годом показывать и объяснять это ты потом будешь заинтересована забрать все и накачать сироп сегодня не надо тебе стресса и не нужно тебе много выдумывать рамки 3 5 или 6 с этой стороны а все остальные пустые с пергой или же с пергой или же чистые ты собираешь здесь и точно также ставишь кормушку и начинаешь закамливать в чем фишка когда ты начнешь закамливать они заполнят вот эти рамки заполнят битком и мать ваша российская пчела она далеко не все семьи которые начинают мать и червить и по новые разбухать это бывает редко но даже если это будет это не будет значительно вот сказываться по любому они мать задавят тем что у них уже есть натуральный мед и они будут продолжать забивать волшебный сироп и в итоге у тебя останется 60 процентов сиропа и клубень у тебя вот здесь вот образуется но к весне этот клубень будет сидеть вот здесь а он будет медленно перемещаться но в чем фишка ты в декабре месяце ты увидишь что они будут сидеть ровно посередине это потом уже к весне они туда уйдут вот эти рамки вот эти рамки и будешь их убирать потому что они пустые будут они будут без меда и без расплода весь расплод уже в итоге выйдет и они будут освобождаться они начнут перемещаться суда на сироп и у тебя в чем выигрываешь ты ты весну будешь встречать на волшебном сиропе тебе не нужно будет думать о всяких этих сахарных подкормках о всех тех подкормках которые у вас существует тебе ты увидишь семья в каком состоянии будет поэтому давай сначала сделаем вот это а то что весна покажет об этом и будем говорить весной так что я тебе рассказал сильную семью и точно так же рассказал среднюю семью поэтому вот тот вариант который я тебе по секрету сказал вниз поставить и зажать здесь рамку я не думаю что тебе сегодня это надо потому что пусть лучше будет много пчел и всегда легко одну рамку с пчелой всегда легко оттуда забрать слева другую справа и всегда сможешь взять и зимой тоже но когда ты будешь собирать улей зиму там есть две вещи которые просто кровь износ ты должна и у меня эти вещи ты должна будешь эти вещи обязательно это атрибуты атрибуты это атрибуты вот они во первых вот эта штучка и во вторых обязательно купи пенопласт он у вас дешевый это строительный пенопласт бери крупнозернистый вот и у тебя точно такая же дощечка будет улетает так вот а ты начинаешь собирать свой да да вот ты собираешься вот это вот это обязалово кровь износа без него можешь не начинать мою вентиляцию вот это становится вот так и точно такая же такая же фанерка становится вот так вот так будет все это будет у тебя в пенопласте бери тридцатку если можно бери пятидесятку тоже если у тебя морозы минус 30 то значит зимой на первый слой тридцатку ты положишь еще тридцатку будет 60 и смотрите ролики которые у меня их полно там вентиляция объяснение объяснение стишок или же вентиляция разбираем улей вот это все я там пока все вот эти вот вот эти штучки я все это показываю как собирать показываю поэтому не стесняйся смотри изучай тебе сегодня это очень важно по мере сокращение пчелы запомни у тебя сокращается пчела а у тебя 10 рамок стоять не будет у тебя вот эта доска всегда будет ехать за за семейкой она всегда будет ехать а вот это место которое ты будешь закрывать пенопластом здесь пенопласт здесь пенопласт и твоя пленка вот я и взял эту пленку что я показать то хотел у тебя же не будет этих дощечек и которые у меня ты в первый год обойдешься без них то бишь вот без этих вот это у меня те пленки которые сто лет назад были я их вот так ложим вот так я положил видишь да это плотная пленка от угла до угла и она вот так у меня вот так она стелилась фишка то в чем главное чтобы тебя всегда вот эта вентиляция работала чтобы ты никогда вот так ты никогда не положишь пленку обещая мне ты никогда кровь из носа ты никогда вот так пленку не и ты похоронишь своих пчел и ты похоронишь все мое пчеловодство который я тебя всегда будет пленка лучше и выкинешь но ты сделаешь вот так и пенопласт который будет сверху во-первых ты после пленки обязательно положишь простынь после пленки простынь почему простынь потому что это сейчас опять долгая тема смотри вентиляции вентиляции короче все ролики которые про вентиляцию их там там проще каждый ролик это все посвящается вентиляции это очень важно для тебя это очень важно поэтому когда ты положишь 1 просто не отсюда и положишь пенопласт а потом положишь еще раз просто не опять вот так вот так закроешь хочешь до самого пола но я у сильных семей до самого пола просто не опускаю это все по погоде это особенно весной когда сильно сократились пчелы вот потом ты будешь до самого пола но заднюю сторону ты будешь вот вот настолько открыты сантиметра два-три будет открыты это все по погоде поэтому ты же приезжаешь один раз в месяц я хочу тебе напомнить поэтому пчеловождение я тебе объясняю на один раз в месяц а не каждые две недели пчеловождение при котором не забудь ты обещаешь мне посадить свои эти три улья этих маток ваших роевых которые у вас замучили и ты увидишь вот этот результат напишешь в комментарии когда же они то у тебя роятся мы все будем ждать с нетерпением когда же они роятся а ты нам напишешь поэтому вот мы с тобой договорились в этом году три роевых семьи ты запускаешь зиму вот на таком способе если ты сейчас начнешь эту процедуру с сиропом фишка лишь только в том что у тебя увеличится мать начнет за ним но это не так много это не есть это не это не моя итальянка это моя итальянка будет до марта сеять и будет сидеть на семи рамках расплода у тебя если одна или две так это ничего это можешь радоваться ничего страшного не будет и собирать будешь в зиму вот это вот кровь из носа вот это вот доска ты никогда и вот к этой стенке не прислонишь никогда в жизни хоть пять миллиметров кровь из носа оставь никогда поэтому ты не делай их толстый у меня это 10 миллиметров есть 5 миллиметров есть 10 миллиметров какой был материал такой впульнул это во первых во вторых вот пчела когда здесь будет сидеть у тебя да вот ваше это в южных широтах можно что вот так вот а пчелы вот так вот а пчелы и они уходят в зиму ни в коем случае в твоем случае вот эта рамка ты не видишь соты ты видишь только пчелу не рейки не сотов ты не видишь вот сейчас ты должна начать закармливать и у тебя вот эта ситуация возникнет ты не увидишь рамки у тебя ее в руках у тебя не будет у тебя будут только пчелы поэтому когда ты будешь комплектовать вот все что я тебе сказал по поводу количества пчелы не бойся ваши пчелы но если может быть у тебя карника она немножко больше сеет чем чем карпатка или у нас в ташкенте была карпатка еще вот какая-то красная пчела я в упор ним я ее тогда-то в ташкенте всегда забывал а сейчас в упор я вот мне интересно я неужели итальянка я вот честно говоря не помню так что вот оно то самое важное начало которое у тебя есть шанс начать это наука моя она очень сильно идет в разрез с наукой вот я от вас получил от тебя а не фея я получил два адреса и я хочу сказать что я то этих уже давно подписан но вот эти ролики которые по поводу вождения на сотах они мне на телефон не приходили и спасибо тебе что ты там эти иероглифы поставила я трюкнул и мне эти ролики вышли а эти а на самом деле я на них подписан так вот этот вот парень который сережа по-моему он да здоровый то который не деревенщина а вот серёжа который живет в жестких условиях я его давно давно я с ним немножко ему писал свои комментарии мне он чем нравится потому что он выживает в серию в суровых условиях это и наша швеция и сибири все вместе взяты еще и еще даже похуже потому что у них главный не главный а у них медосбор начинается аж в июне поэтому парень очень хорошо приспособился одним словом он умный но его пчеловождение ты сама когда у час начнешь мы с тобой начнем вот это пчеловождение ты сама почувствуешь разницу во первых эти ребята они вот вот даже и вот ты же им веришь это же ваши ребята и они вам громко с выражением говорят что струкнет с труднями в два раза больше меда труднее в два раза больше что море труднее но море меда они не обижены медом но при этом они не подметили вот это вот то что я вам задаю вопрос то почему весной очко маленькая а осенью она большая они вот они этого не заметили хотя осенью он говорит мед то хорошо идет что тот и что деревенщина и что этот и у них они они-то поняли что это хорошо а почему хорошо они не понимают и они не и они продолжают лечить от воротоза у них его нету я бы вот пришел к ним например если бы я встретился я бы ему пальцем ткнул что у него нету воротозы у него нет болезней они этого не понимают но так как ваше общество заточено на то что надо надо ложи лекарства они продолжают эту кухню лишь только потому что надо запомнить тебе ничего не надо ты забыла про все эти ваши надо когда начнешь вот это оставишь на улице если дай бог ты сможешь сделать закормить а это нет проблем это весь сентябрь можешь кормить объясню почему это как раз по теме лариса мне задала вопрос кашковский призывает к тому что маленькие семьи надо выбраковывать то бы швикидывать и оставлять большие семьи ларис вот вопрос к тебе вот матка я чё теперь выкинуть надо или вот семейки матки которые пришли сейчас в августе или вот она вот это здесь еще матка она пришла если вы помните ролик вон я взял от фаворита 3 августа я сюда подставил маточник от 3 августа матка до крайний срок это 18 августа пришла матка должна была прийти матка я суда не лазил я не знаю я тебе просто эту кухню рассказываю в первых числах сентября когда я нашему откачать я суда загляну если она есть значит она есть так что теперь ее выкинуть этом это это семья будет на двух рамках на одной рамке с пчелой и что теперь выкинуть а а вот она семья именно из этой категории это та фаворит которая стала фаворитом именно вот по такому методу шла маленькая семейка осенью я вам показывал ролик осенью это были маленькие семьи на одном этаже но еще чё хуже то было они в подвалы от температуры от высокой 8 градусов было они то все выскочили а назад не вернулись и пчелы совершенно не осталось если вы посмотрите мастер-класс мастер-класс или мечты сбываются так там вот это вот семейка фигурировала и какой она шедевр мне устроила я тебе показал больше ста килограмм 100 это я беру просто так на на взмашку если я посчитаю скажу эту цифру вы скажете этого не может быть вот эти вот 60 но это проданные матки проданные матки семьи то остались а матки то проданы это уже по третьему кругу матки здесь уже третье сидят поэтому вот он это фаворитом стала вот она то сегодня уйдет зиму на 10 рамках а вот это будет зиму уходить на одной или двух рамках это совершенно другая технология у вас кашковский об этом не говорит ни чего я верю кашковскому я знаю что он правильно говорит и ты правильно делаешь что замечаешь что он говорит но я в своих роликах говорил что у меня есть очень много всяких примеров который советский союз не делал и я понимаю почему потому что в то время вот такой полет мыслей до тебя вам тебе бы мозги вышибли любому пчеловоду еще и в тюрьму посадили за вот такие всякие новшества если бы начали бы делать потому что это рисковое дело у них-то в книге написано семья а откуда как это может быть семья если одна рамка пчелы никто не будет экспериментировать я экспериментировал потому что мне это было интересно так вот в зиму эти семейки то уйдут я вам в том году показывал сколько у меня было 10 или 15 вот таких семей из них только одна погибла там в подвале я вам эти ролики показал одна семья только погибла так что это не одно и то же что большая семья и семья которая вот сегодня последней матки еще выходят еще я из одного улья из большого улья я ведь вам не показывал но одну матку я убрал из большого улья я матку убрал мне там матка нужна была я ее убрал и там на сегодняшний день еще матка не вышла она будет выходить где-то в числах 1 3 сентября в этом году я опять таки почему я сделал только одну семью в этом году у меня опять таки я вам рассказывал как я в том году завис семьями 30 семей у меня было хотя я и продал немало но количество меньше не стало и маток мне саль мне саль мне саль мне улья есть я бы мог этим заниматься если было время если бы я был заинтересован я не заинтересован но есть одни нюансы в моем пчеловождении кашковский про этого ничего не говорит его нету в природе этого пчеловождения в природе нету и не в книге оно не написано но если вы будете меня смотреть вы это увидите и поймете в чем в чем удовольствие такого пчеловождения удовольствие ребята скажу вам честно очень хорошее так что по этой теме я вам сказал и по этой теме я наверное объяснил я честно говоря уже забыл что и говорил то но наверное про сироп то я все ведь сказал то что что важно то ни в коем случае никаких пакетов обязательно чтобы пчела брала в изобилии сразу мгновенно за один-два дня у меня вот в том году вот эта семья перелопатила почти 60 литров потому что от нее рамки уходят вот этим малышам хотите кормите малышей но это много времени берет и опасно когда начинаешь малышей кормить большие семьи их рвут и чтобы этого не происходило вот они сухие стоят их никто сейчас не трогает а как только рамки туда поставишь вот это ломанется и порвут ее поэтому она у меня тогда сидела я отсюда вот например 30 рамок вот у меня сейчас здесь не два этажа а у меня сейчас вот здесь вот столько на втором этаже рамки под мед а не заканчиваю с медом потому что я уже на откачку убрал и вот этот первый этаж 30 рамок я потом точно так же вот сюда поставлю лоду вот сюда лоду открою все вся вентиляция будет открыта когда начинает ну представьте себе испарить испарение за одну ночь 8 вот эта лода которая сейчас показывал деревянная в ней 8-9 литров за одну ночь она уходит поэтому я сюда ставлю лоду и сюда лоду 16 литров практически за ночь уходит за ночь представьте себе какое испарение если там не будет вентиляции а раньше то я тупил и не знал что им надо то сироп стоит киснет а они не берут была вентиляция то другая и не понимал так они захлебываются в этом испарении именно поэтому начинают захлебываться и перестают сироп брать а когда вентиляция начинает вращаться и вышвыривает все это через ветра которые дуют то бишь вот через эти дырки она намного быстрее испаряется это испарина который от пчел и благодаря этому пчела за ночь 60 литров и потом уже отсюда рамки берешь но конечно там там мать работала на 6-8 рамках но я эту кухню знаю это не первый день и поэтому я знаю как от этого избавляться но меня это радует мне это не в напряг отсюда и пчелы и рамки уйдут вот они вот они рядом стоят жители поэтому забудьте больных пчел вот она больная вот этих пчел я никогда не буду объединять вот с этими никогда это по Кашковскому это Ларис тебе ты задала вопрос вот он этот тебе пример вот эту семью я никогда никому зато от них возьму пчел а это здоровые семьи и вот здоровые пчелы и вот ты видишь уже результат сегодняшний две рамки я всего подставил с другой пчелой и вот он результат а еще подставлю еще напихаю и еще сироп дам тот который они будут зимовать в первую очередь кстати по сиропу в первую очередь полынь и сосна это в первую очередь это 40% вот ты заделываешь ведро вот оно твое ведро тебе надо-то всего скипятить вот таких два ведра скипятить вот закипела вода вот столько вот положишь полынь а вот столько вот положишь сосну и вот у тебя промежуток остается для всего другого что ты хочешь в первую очередь это полынь вот она вот она твоя полынь и вот она твоя крапива ой извиняюсь и так 40% полынь 40% сосна 20% черемуха и 20% крапива это вот кровь из носа а все остальное если у тебя нет посуды допустим на 40 литров или на 30 литров то значит вот так будешь кипятить а если у тебя есть посуда на 30 значит вот в таких пропорциях 40-40-20-20-20-20-20-20-20 и уж там все остальное конечно очень важно другие культуры например черемуха и крапива это тоже кровь из носа а все остальное например чабрец или яблоки или же фруктовые деревья или же только ни в коем случае чистотел и ни в коем случае пижму вот с этими вещами ты обязательно вот это сваришь тебе всего лишь 20 литров вот такой полный вот когда выльешь конечно когда ты сюда напихаешь и процедишь у тебя вот столько воды останется а тебе надо вот столько поэтому три ведра кипятишь поэтому когда процедишь тебе надо полных полных два ведра и к ним тебе надо насыпать теперь один к полтора ты насыпешь и у тебя получится почти пять-шесть вот таких ведер пять-шесть ведер по 12-13 литров но тебе на семью на большую сильную семью которую ты будешь закормить вашу российскую надо впихнуть хотя бы 20 литров хотя бы 20 литров но если не получится 50 процентов с волшебным сиропом у тебя там должно быть поэтому это дело несколько часов подготовить вот эти вещи долго об сварить и закормить и ни в коем случае сначала остудить чтобы холодная была а то есть умники которые скипятили сразу налили и пчела с пари пострадала поэтому вот этого нюанса не надо так что я вот наверное тебе сегодня уже многое сказал поэтому я ролик пересмотрю и завтра добавлю чтобы тебе было понятно чем ты должна заниматься поэтому на сегодня странный пчеловод открыл вам хорошую науку ваши пчеловоды конечно тоже спасибо им что у вас их три в России три пчеловода которые эту кухню начали но конечно до меня им еще далеко далеко поэтому смотрите меня потому что то ту пользу и то здоровье которое вы получите от моего объяснения от моего пчеловождения на языках я теперь это так буду называть не на сотах а на языках вы будете довольны и верьте своим пчеловодам они вам на русском языке говорят что в два раза меда больше и в два раза больше и трудней но они от этого не страдают а это вам говорит Кашковский поэтому пока пока всем привет это будет